добро пожаловать на канал hard reset info перед нами устройство vivo x60 pro это не про плюс это именно обычная про версия и сейчас мы с вами проведем распаковку этого устройства для начала хочу сказать что этот телефон у нас флагманский но есть несколько не флагманских штучек о которых мы позже с вами поговорим итак начинаем ну собственно начнем с распаковки просто открываем коробочку и так и на сразу здесь встречает красивый телефон в его в целлофановой не всем не совсем целлофановой на целлофановой оберточки скажем так и мы с вами откроем вытащим точнее его отсюда естественно телефон уже был распакован если что он же и распакован и запущен и первая настройка произведена и тесты уже произведены но просто хочу вам показать как вообще выглядел процесс первоначальной распаковки просто не я его распаковывал на английский канал его отдали поэтому я провожу такую пост распаковку скажем так что могу сказать как обычно дорогие телефоны vivo он невероятно красивый он тонкий и при этом нельзя назвать его легким посмотрите мой телефон ван класс 8 pro телефон которым я пользуюсь уже больше года он гораздо тяжелее но он еще и выглядит как телевизор я недавно с отцом ехал на машине и поставил телефон как в качестве навигатора он пользуется huawei мей 20 pro я поставил свой телефон и говорит елки-палки что за телевизор пока поставил здесь на лобовом стекле я просто дорогу нормально не вижу и на самом деле так и есть потому что телефон достаточно большой габаритный а этот он он приятный то есть ты не ощущаешь что он большой экран широкий не вытянутый как это модно делать сейчас он широкий но при этом он невысокий и это действительно круто вот такой форм-фактор мне нравится скорее всего больше всего до сзади конечно же у нас матовое стекло с переднее стекло у нас corning gorilla glass 6 который вроде бы как самый классный пока что вот и давайте больше внимания уделим задней крышке устройства и вы уже делала вот такой вот форм-фактор камеры скорее всего это уже стало их окончательной точкой дизайна потому что никто почти кроме сяоми вот такую камеру не делал все они ноут 10 если я не ошибаюсь было было такая же был же такой же был такой же блок камер ну плюс-минус такой же вот но это выглядит действительно интересно смотрите видите у нас здесь камера идет то есть на блок камеры ступенька и еще одна ступенька это выглядит оригинально и это действительно приятно то есть такие штучки они мелочи они радуют владельца телефона каждый день здесь красуется конечно же надпись надпись сейс это немецкая компания которая занимается разработкой линз вообще в принципе ну и здесь собственно написано что разработан вместе с сейсом хорошо по поводу цейса мы еще поговорим в разборе камер потому что как раз таки работа цейса здесь особо не видна мне кажется ну знаете как компания huawei когда говорит что разработана с лейкой но по сути там только линза лейки они матрицы потому что самое главное там матрица матрица здесь я не знаю как установлена я не нашел информации но скорее всего здесь какой-то sony mix из последних а возможно и самсунговский модуль это будет известно позже уже немного окей что могу сказать по поводу того как телефон лежит в руке телефон лежит в руке как huawei made 20 pro это мой любимый телефон в плане эргономики мои 20 pro и вот этот телефон просто перебивает в эргономическом вопросе мой 20 потому что он тоже врезается в руку вот знаете вот обычно можете взять телефон тот же iphone 11 ты примеру да он круглый он в принципе в руке лежит неплохо но как-то неуверенно что ли а вот берешь в руку и такое ощущение как будто ты с ним в руках просто родился потому что он острый по бокам скорее всего из-за этого потому что здесь и задняя сторона телефона изогнута и передняя часть и поэтому он как будто такой остренький он в руке сразу сидит как влитой при этом у нас с правой стороны на правом торце у нас кнопка питания тоже такая рифленая имеет свою текстуру методическая скорее всего методическая может быть и пластиковая могу ошибаться ну и качелька регулировки громкости достаточно плотная что мне очень нравится потому что я не люблю когда она очень легко нажимается собственно вот изначально телефон с завода покрыт гидропленкой то есть это не обычная пленка а гидропленка что это обозначает обозначает смотрите если я прижму ногтем на гидропленку у нас остается вот временно остается как будто повреждение но по факту это не повреждение потому что в течение одного-двух дней вот это вмятина которая осталась на пленке она сама по себе рассасывается сама по себе пленка выпрямляется это очень хороший способ защиты экрана потому что обычная пленка она зацарапывается невероятно быстро и ее просто нужно снимать а гидро с гидропленкой можно ходить и даже не менять ее то есть не наклеивать ничего другого разве что вы вы предпочитаете защитное стекло а не пленку но такая пленка она действительно хорошая с ним можно ходить годы и не заменять ее в принципе окей снимаем верхнюю часть коробочки и смотрим что у нас есть в комплекте еще если честно комплектацию я еще не видел вот у нас сразу здесь видим защитный чехол скрепочка и больше в коробочке нет ничего ну со скрепочкой все понятно документации больше ничего интересного нет и чехол чехол у нас пластиковый это минус почему потому что ну понятное дело что если пластиковый чехол падет но если телефон в пластиковом чехле упадет то телефон то он защитить скорее всего но во первых не так как силиконовый бампер во вторых чехол испортится и придется покупать новый как видите чехол здесь выполнен таким образом чтобы не мешать давайте не буду голословным сначала попробовать да так и есть чехол выполнен таким образом чтобы не мешать вам получать удовольствие от форм-фактора самого телефона то есть он не закрывает троцы это конечно с точки зрения безопасности не очень но с точки зрения пользовательских впечатлений конечно же интересное решение потому что вы и дальше ощущаете эргономичность устройства телефон не становится толще из-за этого чехла хоть и защиты от такого чехла какой-то особой ждать не стоит чехол немного по бокам по торцам выступает поэтому вы можете спокойно ложить телефон на поверхность к ровным естественно экраном вниз и не бояться что он каким-то образом повредиться а вот по поводу задник задней части чехла могу сказать то же самое то есть вы оставляете телефон экрана вниз и трется чехол только исключительно вот этой вот частью нижней частью было защиты блока камер поэтому блоки камер остаются нетронутыми кроме того выступ над самим основным блоком камер тоже имеется и даже если вот так вот будете его я лозит ничего с телефоном абсолютно не должно произойти хорошо давайте откроем следующую часть следующую запчасть нашего нашей коробки и здесь мы видим блок зарядки зарядный блок здесь достаточно большой увесит не такой большой букван классов но все равно достаточно тяжелый и весьма габаритно здесь написано vivo flash charge 2.0 это 33 ватный блок то есть зарядка у нас 30 трехватная конечно же не нужно недооценивать саму систему биби кей и быстрой зарядки тут flash charge 2.0 она в теории должна быть быстрее чем обычная ql комовская 33 ватная зарядка но проверить я этого еще к сожалению не успел потому что заряжал телефон обычной зарядкой которая у нас в офисе есть да и все собственно вот такая вот зарядка 33 ватная как я уже сказал и при этом 33 ватная зарядка наша заряжает четырех тысячный там даже не 4000 а если бы точнее 4200 миллиампер 200 миллиампер там никакой особо роли не играет особенно после двух-трех месяцев использования вот и по сути да вот такая зарядка нет 33 ватт для 4000 миллиампер должно с головой хватать чтобы быстро разряжать телефон за полчаса я уверен него будет 50 процентов но утверждать этого конечно же не стану пока что сам не проверю возможно на самом обзоре устройства когда уже все абсолютно протестируем я вам скажу и так смотрите давайте немножко прижимируем сам наш телефон как видите гидропленка на залапсывается ну потому что это гидропленка собственно а не пленка с олеофобным покрытием ну ладно уже было по стекло с олеофобной короче смотрите я не знаю олеофобное ли покрытие на самом экране если снять пленку скорее всего нет но гидропленка это очень хорошее решение как я уже говорил но она залапсывается вот как-то так и так давайте самого хорошего у нас на телефоне телефон работает под управлением системы android 11 естественно но что самое интересное у нас в этом телефоне телефон работает под управлением процессора qualcomm snapdragon 875g что такое qualcomm 875g это очень хороший процессор говорю я это не просто с головы а потому что телефон во-первых занимает седьмое место в рейтинге nano review самых производительных процессоров где первое место занимает а 15 байоник то есть перед выходом а 15 он был на шестом месте ну и стоит он ровно за а 13 байоником и это достаточно неплохой результат потому что 865 снайпдрэгон например он стоит на целом одиннадцатом месте и не зря потому что 865 процессор достаточно мощный но не достаточно резвый потому что там ну в общем то сами посудите на снайдрэгоне 865 в общем то общая частота 2840 мегагерц на 870 общая частота 3200 мегагерц хоть и структура самих ядер то есть 1 плюс 3 плюс 4 одинаково то есть одно максимально мощное ядро 3 средненьких и четыре энергоэффективных то есть четыре слабеньких ядра так вот здесь четыре слабеньких ядра они помощнее чем 865 снайпдрэгоне и поэтому телефон просто-напросто резвый шустрый быстрый это ощущается абсолютно везде мы телефон постарались забить и телефон реагирует на все максимально плавно и максимально быстро вот смотрите мы запустили игру я открываю я пытаюсь выйти на рабочий стол и он просто выходит то есть он не не пытается стянуть анимацию чтобы подумать то он не пытается не знаю как-то с филонить с процесса да то есть две секунды думает а потом выключается нет он резвый поэтому телефон будет актуален актуален еще очень долго работая с этим процессором потому что потому что этот процессор просто-напросто подходит для повседневных задач как никакой другой он подходит гораздо лучше чем 888 снайпдрэгон потому что этот процессор не перегревается обычно я не знаю как в этом как в случае с этим устройством хоть я играл на нем это полчаса в call of duty и при этом когда я играл в call of duty телефон практически не нагрелся за полчаса и мне кажется что это очень хороший результат конечно же не нужно даже разбирать вопрос тянет ли он игре на максимальных настройках ребят конечно же он тянет он тянет все на максимальных настройках и на ультра настройках если только разработчик самой игры предоставил мне не предоставил наверное оптимизировал свою игру под 870 снайпдрэгон то есть если разработчик вот смотрите запуск игры просто буквально моментальный давайте посмотрим какие у нас вообще здесь настройки графики и звуки и изображения изображения но все на максималках я даже не смотрел какие играл можно тут еще все по выставлять понял хорошо пускай так будет размытие сглаживания давайте сглаживание отключим лучше включим вот и здесь на самом-то деле ребят я вам скажу что телефон очень хороший то есть в плане того как ты берешь вот тебя сразу нравится вот ты берешь телефон ты чувствуешь что ты держишь дорогой телефон в руках ты ощущаешь что телефон хороший что телефон не лагает и не подлаги даже сразу после запуска работает все максимально быстро насколько только может работать и это правда ощущается это приятное чувство когда ты берешь телефон и ты понимаешь что вот например обработка давайте смотрите обработка на vivo и на ванплайсе понятное дело практически одинаковое если не одинаковое и дайте просто посмотрим вот посмотрим на скорость обработки изображения вот мы просто берем делаем любой снимок и сразу переходим ну немного не получилось у меня сразу перейти мы видели что ванплайс еще какое-то время обрабатывает изображение вот обработка обработка все изображение стало адекватно а теперь смотрим на vivo он сразу появляется идет обработка буквально секундная не несколько секунд как на ванплайсе и изображение тоже сразу становится готов в плане самой камеры конечно же мы с вами еще отдельно поговорим потому что здесь чтобы камера нормально работала и не делала какой-то какой-то дичи нам нужно отключать подключать некоторые улучшалки но это отдельная тема они отключаются не через само приложение камеры иногда там некоторые штуки но их не обязательно отключать в общем то чтобы камера нормально работала нужно провести некоторая манипуляция это единственное что мне наверно не понравилось именно из программной части но сейчас давайте коснемся немного хардвера и так что мне ладно давайте закончим в плане технических характеристик у нас здесь 256 гигабайт встроенной памяти и и ufc 3 и 1 то есть память у нас встроена и все 3.1 3.1 самый наверное оптимальный на сегодняшний день формат памяти самый лучший который может только быть который только может работать в связке с снайдраганом 8070 потому что это быстрая память и как раз таки из-за памяти приложения быстро разапускаются приложение быстро перее вы можете быстро перезапустить приложение зайти в одно приложение потом во второе и при этом у вас не вылетит 3 в котором вы только что были это заслуга памяти не не так процессора потому что еще 850 им сможет все это сделать да но память она играет очень большую роль причем память здесь по тестам которые мы провели и у вас уже есть скорее всего подсказка наших тестов в правом верхнем углу экрана потому что мы провели тесты памяти тесты памяти здесь показывают что в отличие от сяоми в его не замедляли память не знаю зачем все они замедляют память потому что ну во всяком случае почему я думаю что они замедляют потому что и в одном телефоне то есть в этом vivo память стоит формат ufc 3.1 и всеми который тестировался вместе с ним память ufc 3.1 но при этом в его его хорошая скорость память а у сяоми не очень вот как то так в плане бенчмарков конечно же тоже будет отдельное видео это все отдельно но еще по поводу оперативной памяти оперативной памяти у нас целых 12 гигабайт 12 гигабайт это с запасом на года 3 100 процентов если не больше потому что 12 гигабайт действительно много по поводу мерцания смотреть экран на низкой яркости мерцает и это глазами ощутимо по поводу 10 димминга я не знаю насколько вам эта функция полезна но как по мне она работает очень хорошо то есть смотрите вот так вот экран работает без 10 димминга вот таким образом здесь димминга то есть мерцания практически нет если что это только на камере видно мерцания глазами вы этого действительно не замечаете но глаза когда телефон мерцает устают быстрее поэтому лучше использовать 10 димминга но тут в его замечает очень важную вещь что после включения мерцания экрана может быть уменьшена для снижения нагрузки но на на глаза при низкой яркости экрана при этом может немного увеличится количество шума на экране да это факт и иногда при просмотре контента то есть не просто видосик на youtube а если вы смотрите фотографии которые в рау формате цвета могут быть искажены если у вас включен режим 10 димминга это нормальная практика и так работает на каждом телефоне но к сожалению она работает именно так 10 димминг он немного ухудшает иногда качество изображения вот собственно это то о чем я хотел сказать по поводу программной части давайте пойдем к hardware и так во первых у нас здесь телефон так вроде бы даже где-то на коробке было написано если я не ошибаюсь если я не ошибаюсь вот прям здесь вот написано что у нас x60 pro gimbal stabilization 2.0 что такое gimbal stabilization гимбал это стабилизатор в принципе сам по знаете вот такие стабилизаторы покупают и еще стадики стадиками их называют покупается стабилизатор для того чтобы можно было снимать видео ходить трясти камерой трясти руками но при этом этого не будет видно на самом видео вот смотрите здесь в камере установан грёбаный гимбал я вам это конечно не видно потому что это нужно в вертикальном формате снимать но когда ты смотришь на эту камеру ты понимаешь что над банально тупо не двигается вот это она тупо не двигается когда ты трясешь телефоном вот смотрите эти эти модули трясутся как как не в себя над самый обычный с корпусом да а этот модуль он не трясется он остается в своей позиции и это действительно заметно вот смотрите я трясу телефоном а картинка практически не меняется то есть я могу спокойно ходить с телефоном но особенно если я буду снимать вертикально, вернее горизонтально. Я могу ходить с телефоном, а картинка при этом практически не будет меняться. И при этом это не ухудшает качество. То есть, это стабилизация, а она оптическая, а не цифровая. Можно еще добавить цифровую стабилизацию. Вот видите, стандартная суперстабилизация. Можем включить суперстабилизацию, тогда у нас просто вообще какая-то невменяемая стабилизация включается, потому что, смотрите, я отрисую его уже гораздо сильнее, а картинка при этом практически не сдвигается. Конечно же, для художественного видео это может немного не подойти, потому что, смотрите, я хочу повернуть камеру, оно с огромным замедлением поворачивается, потому что эта стабилизация включается цифровая. Кроме того, можно в принципе отключить стабилизацию, если вы все-таки хотите использовать стедик. И в таком случае будет все трястись вот нормально. Вот видите, теперь я тоже трястся телефоном. Чуть-чуть, буквально практически незаметно. И как сильно у меня трястся изображение на экране. То есть, разница, я думаю, видна очень серьезно. Вот. Как-то так. Это по поводу камеры. Сами модули камеры здесь тоже интересны. У нас 48 мегапикселей, основной камер, это тот, который основной камерой, елки-палки. Основной модуль у нас на 48 мегапикселей. Это тот, который, собственно, с гимбл-стабилизацией. 13 мегапикселей у нас телефото. Это, я так полагаю, этот модуль. Нет, этот модуль, да. Этот модуль у нас 13 мегапикселей на телефото. И этот широкоугольный 13 мегапикселей тоже модуль. В теории он должен быть хороший. Все в тестах камер мы рассмотрим подробнее. Вот широкий угол. Ну, слушайте, выглядит очень-очень здоровски. Я вам скажу. У меня отключен поворот. Выглядит очень здоровски. Действительно здоровски. Качество просто шикарное, но картинка немножко контрастная. Переконтращенная, я бы так сказал. Это исправляется с помощью изменения настроек камеры. Как настроить камеру, у нас будет видео на канале. Не пропустите. Вот. Что еще можно сказать по самой камере? Конечно же, камера снимает 4К 60 фпс. Здесь, собственно, и сомневаться никто не собирался. То есть, потому что, ну, с какой, собственно, радости такой телефон должен снимать меньше. Да, здесь спокойно можно выставить 60 кадров. Можно включить режим фильма. Можно разрешение поменять до 4К. 8К не завезли. И слава богу, потому что он даром никому не нужен. Потому что пока что процессоры просто-напросто не могут вытянуть 8К адекватно. Как Samsung, например. Да, Samsung не вывез адекватно 8К. Видео 8К на Samsung это какая-то мыльная. Не буду говорить, что. Выглядит ужасно. Здесь 4К реализовано хорошо. Вот то, что я говорю. Телефон не подлагивает в принципе. Я не знаю, как так получилось. Но мне правда это нравится. То есть, места, в которых Android обычно может подлагивать, может себе позволить. Да, но это нормально даже, что он где-то может подлагать. Айфоны тоже подлагивают в определенных местах. Причем все время в одних и тех же. Здесь этого просто-напросто не происходит. Либо пока что телефон новый. Я не знаю. Но, простите, пожалуйста, уже Android 11. И с момента прихода Android 11 и памяти UFC 3.1 Телефоны не начинают лагать со временем. Потому что 11 Android плюс хорошая память это очень хорошая комбинация для долгосрочной перспективы использования устройства. Вот видим, что он уже... А, это приложение я в принципе не загрузил. Давайте какое-то загруженное приложение попробую запустить. Call of Duty интересно, будет еще в памяти? Уже из памяти выбросил. То есть, как решить проблему с выбросом быстрым из памяти, я тоже покажу. Но там это работает, это выключается через iManager или через дополнительные настройки электропитания телефона. Почему он выбрасывает приложение из памяти? Потому что сама оболочка Vivo, она называется, если я не ошибаюсь, а я не ошибаюсь, называется Funtouch OS 11.1. И она пытается сделать так, чтобы ваш телефон еще и круче был, еще и все время работал, поэтому она выбрасывает приложение некоторые из памяти. Если вас это может напрягать, это можно отключить в настройках, причем делать это очень просто. и не должно вам мешать, если мешало ранее. Но если вам нравится, что телефон работает максимально быстро, так как это было в самом начале, то есть изначально, как задумал производитель, тогда, конечно, вам менять ничегошники не стоит. По поводу минусов телефона, которые я заметил. Ну, во-первых, давайте так. Вот то, что его делает не флагманский за его цену, а стоимость у него достаточно большая. Он стоит 950, от 920 я его нашел, до 1000 долларов. Там средняя стоимость его это 950 баксов. И что в моем понимании делает его не особо флагманский? Ну, конечно же, звук. Звук здесь, во-первых, не стерео, во-вторых, он... Ну, давайте покажу. Давайте покажу. Hard Reset Info, наш английский канал. Так, это Макдональдс. Макдональдс Глоба. Пропускаем рекламу. Смотрите. Звук, во-первых, тихий, во-вторых, пищащий. И немножко неприятно. Он режет слух, при этом он негромкий. Вот как-то у них так получилось сделать. Такой несбалансированный звук. Высоких много, средних практически. Нет, а низких нет, в принципе. И это немножко печально. Потому что, ну, телефон идеален практически во всем, но со звуком вот такая вот какая-то, ну, неприятность произошла у нас. По поводу звука, он, как я сказал, он не стерео. У нас только нижний динамик излучает звук. Но при этом верхний динамик у нас не задействован в качестве громкоговорителя и в качестве основного динамика. Кроме того, что мне не понравилось, это вибрация устройства. Потому что вибрация здесь, она изначально отключена. То есть, если вы будете вписывать что-либо, неважно где, у вас не будет никакой вибрации. Потому что вибрация изначально отключена производителем. Почему? Потому что она неприятна. Вот. И когда вы пользуетесь телефоном, вы это ощущаете. То есть, этим телефоном лучше пользоваться без вибрации. Здесь нет хаптик-энджина или аналогов. Поэтому это немножечко портит, наверное, взаимодействие с устройством. Поэтому, да, вот в принципе можно было этого не говорить по поводу звука и по поводу вибрации. Потому что это мелочи, наверное. Но, с другой стороны, 950 тысяча баксов. Мне кажется, что за эти деньги можно было бы уже над этим поработать. Но, справедливости ради, должен сказать, что телефоны Vivo очень часто реально долгоиграющие. То есть, эти телефоны забалансированы. И поэтому их люди просто-напросто не хотят менять долго. Им на хорошие телефоны Vivo, не их бюджетные телефоны. Потому что бюджетные телефоны Vivo – это отдельная тема. Там не очень хорошая история с ними. Ну, а по поводу этого телефона я могу сразу сказать, что он сбалансирован, как и другие флагманские устройства от компании Vivo. Но при этом некоторых нюансов, некоторых моментов ему просто не хватает. Как-то так. Вот такой вот у нас получился телефон. Немножечко, немножечко противоречивый для меня. Кстати, почему еще противоречивый? Потому что мне не нравится фронтальная камера. Конечно же, будут еще отдельные тесты. Но мне кажется, что она не особо хорошо справляется. В принципе. Но это уже отдельная тема для разговора. Мы будем пробовать установить на него Google камеру. Потому что под него есть отдельная версия Google камеры, которую сделали энтузиасты. И которая в теории должна очень хорошо работать. Я попробую ее поставить и записать видео, как это сделать. Ну, а на этом, пожалуй, все. Спасибо вам большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.